Тротуары в Кирове тоже оставляют желать лучшего. Претензии есть ко всем подрядчикам, в особенности к организации КУ-4. Об этом сегодня рассказал начальник департамента городского хозяйства на заседании постоянной комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. Подробности в материале Евгении Бакиной. Февраль месяц. На тротуаре возле 56-й школы снежная каша. Начало марта. Снег растаял, а на пешеходной дорожке появилось озеро. Его было не пройти, говорит Людмила Караваева. Женщина в прямом смысле ползла через забор. А для детей, чтобы по луже они не ходили, открыли служебный вход. Хотела пройти, так я прямо держалась за забор, чтобы пройти было. Она была очень огромная, пройти невозможно было. Сейчас лужи нет, все замерзло, но претензии по уборке тротуаров у депутатов остались. Их высказал на заседании постоянной комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры Михаил Ковязин. К нему поступали жалобы от родителей учеников 56-й школы. Создание брода или еще что-то через эту лужу, ну точно это не требуется миллионы. Поэтому у меня там большое пожелание и просьба при вашей работе в следующем году не разделять подходы центр и не центр. То есть вот как чисто у администрации должно быть чисто так же везде. Город в ноябре 2018 года заключил контракт с гордоромострой. Помогают ему содержать тротуары Кирова четыре подрядчика. КУ-4, КТС Нововятич, Вятавтодор и Ведерников. Правда, справляются с работой не все. Есть претензии ко всем, но в особенности КУ-4. И причин несколько. Отчитывался перед депутатами Сергей Зотин, начальник департамента городского хозяйства. Он рассказал, что ежедневно очищали тротуары 35 единиц техники и более 100 рабочих. Но, по его словам, этой силы не хватает. Чтобы идеально расчистить все тротуары, нужно более 400 рабочих и более 160 машин. Вторая проблема – это очень низкая организация труда. То есть сами подрядные организации, имея какие-то определенные силы и средства, некачественно выполняют эти работы. Бывают очищать вокруг опору уличного освещения, столбов. И на это мы неоднократно указывали. Срок этого контракта закончится в июле месяца. Поэтому при заключении нового будут учитываться все недочеты. Город планирует отказаться от услуг недобросовестных подрядчиков и усилить контроль.